Хочешь, верь, хочешь, не верь, а дело было так. Три моих первых года службы, тогда еще в милиции, прошли на перевокзальном участке. Чудес по жизни там встречалось много, но запомнился только один случай. Ошивалась на площади неопределенного возраста цыганка Марьям со своим извечным гадально-попрошайным ремеслом, что называется тертый калач или стрелянный воробей, опытная профессионалка в своем деле. Настолько опытная, что работала в одиночку, безо всяких помощниц. Даже когда по вокзалу вокруг него понатыкали камер, она каким-то внутренним чутьем отыскала несколько слепых зон для них и обрабатывала клиентов. У нас в отделении она оказывалась редко, ибо не жадничала особо, не обирая доверчивых ложков до нитки, да и доказать факт охмурения зачастую было невозможно. Но меня сразу предупредили, с ней наедине в кабинете никогда не оставаться и не беседовать, заболтает на раз-два. И вот как-то заступив на дежурство, снова обнаруживаю в нашем обезьяннике эту Марьям, сданную по смене, вникаю в протокол задержания. Получалось, что цыганка ходила по окрестным ларькам до магазинов, пытаясь купить что-либо и расплатиться газетным обрывкам. Отовсюду ее посылали куда подальше, а в относительно дорогом магазине косметики задержали из-за устроенного ею скандала. Я даваю ее подкалывать с напарником. Что это ты, Марьям, решил теперь продавцов охмурять? Гипнотизировать? Нехорошо. А она в ответ, почему сразу охмурять? Я честно хотел дочке подарок купить. Она мне в институт поступила. Пять тысяч на это потратить собирала. А у меня деньги не берут. Ненастоящие, говорят. Я как же ненастоящие? Когда я сама купюру сто раз проверила. На, смотри. Достает из складок своих юбок цветной неровный обрывок газеты, размером не более советского бумажного рубля. Мы ржать. Что-то не работает на нас твой гипноз, Марьян. Бросай-ка ты это дело. Лучше по старому лохов гаданием на деньги разводи. А цыганка в истерику. Причем весьма искреннюю, как мне показалось. Рассказала, что утром удачно обработала одного спешившего на поезд субтильного интеллигентика в пиджаке да очочках, в легкую сняла с него пять тысяч одной бумажкой и решила с такой удачей отовариться, когда магазины откроются. А теперь вот ни за что оказалась здесь и ждет, когда ее барон приедет и вытащит. У меня с напарником возникли некоторые подозрения. Бумажку эту мы у нее выпросили, клятвенно обещая вернуть. В стороне от нее нарвали похожих плачков из завалявшейся в столе газеты, смешали все с цыганкиным обрывком и принесли ей на опознание их. Ну где твоя тут денежка, Марьям? Та через решетку сразу вытягивает именно свой обрывок и уже надежно прячет на себе. Вы что, совсем идиот что ли? Что вы мне тут обрывки газетные подсовываете? Оказалось, что и на старуху бывает проруха. Какой-то гипнотизер-гастролер, видимо забавы ради, убедил Марьям в том, что именно этот обрывок настоящая купюра достоинством в пять косарей. Да убедил настолько мощно, что приехавшим в середине дня за Марьям Барону пришлось пригнать пол табора таких же гадалок, чтобы те сообща разгипнотизировали свою товарку. А мы еще полдня просматривали утренние записи с камер наблюдения и нигде так и не нашли человечка, совпадающую с описанием цыганки. Марьям проработала у вокзала еще где-то с месяцом, уже с помощницами, а потом ушла на пенсию. Больше мы ее не видели. Минздрав предупреждает, мы все об этом знаем. Курение убивает? Не всегда. На заводе, где я начинал свою трудовую деятельность, был огромный цех домостроения. Изготавливались там детали домов из погонажа и столярные. В смену там трудилось человек под 100, а год выдался снежным. Два метра снега для наших краев почти норма, но походу даже она в тот год была перевыполнена природой. Помимо обеденного перерыва, в цеху были еще и плановые перекуры. В целях пожарной безопасности, чтобы никто ненароком не закурил в цеху, они были строго регламентированы и даже имели некоторую популярность. В этот день, в строго обозначенное время, станки заглохли, и народ галопом ломанулся в курилку. Как только за последним захлопнулась дверь, рухнула крыша. Массивная конструкция из железных перекрытий с двух с половиной метровым слоем снега сверху просто похоронила цех. Просто похоронила. Курилка была в отдельном помещении и с отдельной крышей. Ее катастрофа не коснулась. Начальник цеха, моментально сообразив, провел экстренную перекличку и с облегчением вздохнул. Тут из конторы подтянулась целая делегация во главе с посидевшим директором. Он подскочил к начальнику цеха. «Погибшие и пострадавшие есть?» – выкрикнул он. «Слава богу, нет! У нас, оказывается, все курят!» Кивнув на столпившись возле дверей цеха народ, тяжело вздохнул, тот и добавил. «Даже женщины, как ни странно!» Подпишись, ставь лайк и нажимай на колокольчик. Дальше только интересней! Игорь Негода